Сейчас россиянам будет очень больно. Россия, громогласно объявляя себя оплотом традиционных ценностей, гуманизма, равенства и прочих духовных скреп, на самом деле с поразительнейшим цинизмом делит своих граждан на сорта. Отчего выходит, что большинство россиян – это не такие уж и россияне. Права и возможности россиян, например, третьего сорта, не равны правам и возможностям граждан РФ четвертого сорта. А всего таких сортов я насчитал у россиян 8, о чем сейчас и расскажу. Однако сразу отмечу, что это видео не преследует целью разжигания национальной нетерпимости, дискриминации и не призывает к насилию, соблюдая правила сообщества Ютуб. Так называемое разделение людей на сорта – это условный творческий ход, который, по мнению автора, демонстрирует сложившуюся в Российской Федерации систему. Все выводы зритель сделает сам. Итак, давняя и негласная традиция делить людей на сорта настолько глубоко укоренилась в российских реалиях, что Кремлю пора уже вводить официальную классификацию своих граждан, где первый сорт получает максимум прав и возможностей, а восьмой находится на грани дискриминации и ограниченного доступа к реализации базовых человеческих потребностей. Надеюсь, вы поняли, что речь идет не о богатых и бедных. Не так давно в оккупированном Луганске открылись первые отделения Сбербанка. Напомню, согласно Конституции РФ, так называемая ЛНР – это как бы российская территория. Совершенно справедливо, что первым клиентом Сбера в ЛНР должен был бы оказаться кто? Ну, житель Луганска, правда? Но не тут-то было. Первым клиентом Сбербанка в ЛНР оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа, военный, проходящий службу в Луганске. Он получил кредит на покупку квартиры в Тюмени. Смешно? Конечно. Жители новых территорий даже в вопросах кредитования оказываются на последнем месте. Мало того, несмотря на то, что эти территории якобы стали частью России, границу Луганской области с РФ никто не отменил. Через нее невозможно свободно въехать или выехать. На КПП из Варина, например, происходит тщательная проверка людей и транспорта, как на государственной границе. Но как же так? Или Луганск – это не такая уж и Россия? Объяснения о том, что Луганщина – это прифронтовой регион, не катят, потому что подобные КПП существуют и на Северном Кавказе. Их много. Стационарные, укрепленные, с бронетехникой и вооруженными людьми. Например, между Чечней и Дагестаном функционирует федеральный КПП «Герзельский мост». И даже глава Чечни не в силах повлиять на Кремль, чтобы подобные КПП были закрыты. Значит, Кавказ – это тоже не такая уж и Россия? Нет, ну, конечно же, Северный Кавказ – это Россия. Просто не первого сорта, не второго и даже не третьего. Как думаете, какого? И пока вы гадаете, я вам расскажу, от чего же это деление на сорта зависит. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, от чего зависит деление россиян на сорта? Все относительно просто. Географическое, историческое и экономическое положение региона, а также этническая принадлежность и степень интеграции этноса с титульной нацией РФ – русскими. Именно поэтому главным центром притяжения всех возможных ресурсов и благ России является только один регион. И этот регион – Москва. Здесь сосредоточены лучшие школы, больницы, дороги и рабочие места. Находятся главные офисы всех крупных компаний России. Сидит правительство, президент и сконцентрировано огромное количество финансов. Москвичи живут в условиях, которые недоступны большинству россиян. Они получают дополнительные льготы, бесплатный проезд для пенсионеров, доплаты к пенсиям, обширные социальные программы. При этом в Москве на душу населения выделяется значительно больше бюджетных средств, чем в других регионах страны. Даже оплата пушечного мяса в Москве больше. При подписании контракта военнослужащие москвичи получают в три раза больше денег, чем жители, например, Ханты-Мансийского автономного округа. 1 миллион 900 тысяч рублей против всего 670 тысяч. То есть по всем показателям Москва и москвичи – это первый сорт россиян. Ну и процент этнических русских здесь, конечно же, чрезвычайно высок, несмотря на обилие мигрантов. А что по культурной столице РФ Санкт-Петербургу? Хотя он занимает особое место в российской иерархии, его жители не могут похвастаться тем же уровнем привилегий, как москвичи. Это второй по значимости город РФ, где уровень жизни и качество услуг все еще остаются довольно высокими. Но это не Москва. Это второй сорт. Далее крупные города, такие как Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. Они имеют определенные преимущества перед остальными регионами. Здесь есть рабочие места, развита инфраструктура, доступны качественные медицинские услуги. Екатеринбург, например, является важным промышленным и культурным центром Урала, что обеспечивает его жителям более высокие доходы и качество жизни по сравнению с соседними регионами. Но все это не Москва и не Питер. Это третий сорт. А вот большинство областей и краев России находятся в условиях хронического дефицита. Финансирование на уровне остаточного принципа приводит к постоянным проблемам с инфраструктурой, здравоохранением, образованием, а также уровнем социальной помощи и доходов граждан. Большинство жителей этих регионов чувствуют себя несколько брошенными и забытыми своим государством. И это уже четвертый сорт россиян. Но до дна еще далеко. Потому что у России есть национальные республики и Северный Кавказ, пятый и шестой сорта россиян. Здесь обычному гражданину живется весьма и весьма скромно. Во время мобилизации 2022 года именно отсюда призывали наибольшее количество людей. Жители республик, например, буряты, воспринимаются федеральным центром как дешевое пушечное мясо во всех смыслах. Их жизнь и здоровье ценятся меньше, чем жителей столицы и крупных городов. В нацреспубликах существуют безработица и нерешенные социальные проблемы. Северный Кавказ, в свою очередь, вообще находится в сложном положении. Историческое недоверие со стороны государства к некогда мятежным народам, силовой контроль и присутствия назначенных центральной властью наместников, создают элемент напряженности и изоляции местного населения от остальной России. Далее седьмой сорт россиян – автономные области и округа. Жизнь в них – это борьба за выживание. Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ханты-Мансийский округ. Здесь люди сталкиваются с суровыми условиями жизни, отсутствием инфраструктуры и внимания со стороны государства. Жители этих регионов остаются на периферии и редко получают необходимую поддержку. Все, кто может, выезжают на большую землю. Ради возможности уехать или улучшить свое положение даже идут на войну, подписывая контракты с Министерством обороны РФ. И, как уже говорилось, получая при этом в три раза меньше денег по сравнению с москвичами. Ну и, наконец, вы поняли. Новые территории. Жители оккупированных территорий – это последний, восьмой сорт – дно. Они как бы не особо нужны России. В регион планомерно завозят коренных россиян из глубинки, обещая большие, чем в российской провинции, зарплаты. Россия стремится размыть местное население пришлыми россиянами, как бывало уже неоднократно в истории русского империализма, когда истребляли и изгоняли украинское население, а на его место завозили русских. Несмотря на красивую картинку в российских СМИ, примеры жизни на оккупированной территории поражают пренебрежением со стороны РФ. Жители Донецка, например, массово жалуются на отсутствие элементарных условий жизни, дефицит воды и отопления, перебои с электричеством и продуктами, рост цен на базовые товары и бездействие социальных и коммунальных служб. При этом большинство руководящих должностей на оккупированных территориях, занятые приезжими россиянами. Все это говорит о том, что местные – это последний сорт даже по сравнению с жителями автономных округов. В итоге Россия, так громко заявляющая о своих традиционных ценностях, гуманизме, равенстве и прочих духовных скрипах, на деле делит своих граждан на сорта с поразительным цинизмом. Нужно ли напоминать, где еще делили людей на сорта, как это называлось, ну и чем это закончилось? Ну а самый верх цинизма – это пытаться оправдать свою агрессию против Украины борьбой за права русскоязычных, в то время как десятки миллионов собственных русскоязычных граждан живут в условиях дискриминации и неравенства. Россия не имеет никакого морального права на защиту русскоязычных где бы то ни было, ведь судьба большинства собственных русскоязычных на собственной территории ей абсолютно безразлична. А что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok